ЛИБО-ЛИБО В начале весны 1903 года в канцелярию Министерства двора постучали двое крестьян, муж и жена, довольно почтенного возраста. Их принял начальник канцелярии, и муж ему и говорит. «По ремеслу я охотник, и удалось мне взять живым молодого Соболя, приручив его, со старушкой и решили поднести его царю. Соболь-то вышел редкостный». Выяснилось, что они реально из Сибири, собрали денег на поездку, денег этих хватило только до Москвы, и вот от Москвы они хотели идти в столицу пешком. Но какой-то барин дал им денег на проезд, и вот они уже в канцелярии Министерства двора с ручным Соболем и без денег показывают своего зверя. Соболь вскочил на письменный стол и принялся обнюхивать документы. Старик как-то по-особому свистнул, и зверек юркнул ему обратно за пазуху. Начальник канцелярии подумал, что Соболь этот может понравиться дочерям царя, и сообщил об этом императрице. Дети, конечно, ужасно захотели увидеть Соболя, ну а старик со старушкой, конечно, ужасно хотели увидеть царя. И вот через два дня их приняли во дворце. Княжные играли с Соболем около часа, он погрыз кучу мебели, а царь расспрашивал стариков о жизни в Сибири. Николай II все-таки решил, что во дворце нельзя держать такого зверя, может, потому что он мебель грызет, и его решили отдать в Гатчину. В Гатчине был специальный зверинец. Но старик начал жалеть Соболя и сказал, что небось в зверинце в этом. Соболя снимут шкуру, шкур-то дорогая, а царю скажут, что просто издох. Ну, тогда Николай II решил, что лучше всего будет, чтобы старик забрал с собой Соболя обратно в Сибирь. И сказал ему вот что. Вези его домой, ходи за ним, пока жив будет, и считай, что исполняешь мое повеление. Смотри за ним, как следует, так как это уже мой Соболь. С Богом и доброго пути. Старику выдали часы с гербом, его жене брошку, дали несколько сот рублей и оплатили дорогу домой. Звучит все это немножко как сказка, конечно, но вообще эта история подтвержденная. С вами специальный, особенный и внеочередной выпуск «Закаты империи». И он про подарки, которые дарила императорская семья по разным случаям, разным людям, от крестьян до послов, от балерин до родственников, а также, как вы догадываетесь, о подарках, которые дарили царю и его семье. Этот специальный выпуск для вас мы сделали вместе с Флау Вау. Флау Вау – это международный маркетплейс подарков. То есть, где бы вы ни жили, и где бы ни жил ваш адресат, вы сможете подобрать что-то подходящее в подарок. Сервис работает в тысячах городов в 30 странах мира. Я вот сейчас не в России. Хочу послать маме цветы. Раз, через 20 минут они у нее. И тут не только цветы. Есть еще, например, косметика, десерты, игрушки, кофе и чай, украшения и многое-многое другое. И вот мы вместе с сервисом Флау Вау подготовили для вас специальную подборку товаров, подходящих к этому выпуску и ко времени заката империи. Ручных соболей там нет, но зато есть украшения, сладости, чайный набор, портмоне, всякие штуки, которые будут нам попадаться в сегодняшнем выпуске. И даже цветные носки, такие, которые понравились бы императору. Ну и, конечно, цветы. Переходите по ссылке в описании. А еще у нас вместе с Флау Вау для вас есть промокод закат10 латиницей, большими буквами. Он даст скидку в 10% на все покупки и будет действовать до конца этого лета. Так что, если у вас или у ваших родственников намечаются какие-то праздники, то сохраните его на будущее. Все нужные вам ссылки в описании этого выпуска. Так, ну что ж, пожалуй, начнем с подарков, которые Николай Александрович, сначала наследник, а потом император, дарил своим любимым женщинам. Любимых женщин было две. Балерина Матильда Кшесинская и немецкая принцесса Алиса, которая стала его женой под именем Александра Федоровна. Начнем, естественно, с Матильды. На момент знакомства с императором ей было 17 лет, а наследнику престола Николаю Александровичу 21. И Николай почти сразу начал привозить подарки Матильде. Та поначалу от них отказывалась, но довольно быстро начала их принимать. Как она сама писала, подарки были хорошие, но не крупные. Что это значит? Ну, например, первым подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. Тут я, наверное, сразу заспойлерю вам весь выпуск. В нем будет очень много золота и бриллиантов. То есть в основном даже будут золото и бриллианты. Ну, типа, да, это же просто самое дорогое, что есть на планете. Но вообще в целом будет ощущаться некоторое отсутствие фантазии. Между тем, бриллианты вовсе не обязательны. Вот, например, сама Матильда рассказывала, что еще до знакомства с наследником за ней как-то стал ухаживать один англичанин. Причем у англичанина у этого была невеста. Представьте себе ситуацию такую. Значит, званый обед, все очень прилично. Вы сидите за общим столом. Вы девушка, 14 лет. За тем же столом молодой человек, который вам нравится, и рядом его невеста. Как устроить свидание так, чтобы оно было абсолютно приемлемым в глазах у всех? Значит, Матильда сказала, что она любит собирать грибы. Молодой человек поинтересовался, не мог бы он ее сопровождать. И Матильда ответила, чтобы он спросил разрешение у своей невесты. И невеста, конечно, была вынуждена согласиться, потому что отказывать было бы неприлично. Это значит показать, что ты ревнуешь. Ну и вот они отправились в лес за грибами. Грибов они собрали, правда говоря, мало, но зато Матильда принесла с прогулки подарок. И это было не золото с бриллиантами, это было прелестное портмоне из слоновой кости с незабудками. И Матильда назвала его вполне подходящим подарком для барышни ее возраста. Мотайте на ус. Но, конечно, ухаживания наследника престола должны быть подкреплены более существенными подарками. Он все-таки не англичанин какой-нибудь. Николай Александрович снимал дом для Матильды за свой счет. Сложно считать это подарком, но вот на новоселье, например, он принес настоящий подарок. Восемь золотых, украшенных драгоценными камнями, стопок для водки. И еще свою фотографию. Это примерно происходит в 1893 году. То есть Матильде 20 лет, а наследнику 24. Стопки, водки на новоселье в 20 лет. Ну, видимо, предполагалось, что они будут там много тусоваться. Да, но почему я начал говорить про дом в связи с подарками? Потому что на расставание, когда Николай Александрович понял, что он будет жениться на Александре Федоровне, он этот дом Матильде подарил. Двухэтажный, небольшой, симпатичный особняк с садиком на английском проспекте. Смотрите, какой молодец. На расставание и подарил дом. И этот дом на расставание был не последним подарком от императора. Ну, а вы ничего не подумайте, дальше все было очень прилично. Матильда еще получала как бы официальные подарки. Их получали все артисты императорских театров свои бенефисы. Мужчины обычно получали золотые или серебряные часы. А артистки золотые украшения иногда с камнями, иногда нет, в зависимости от статуса. И, как замечала Матильда, изяществом эти вещи не отличались. Действительно, это были такие шаблонные, довольно тяжеловесные украшения. Кстати, заходите в соцсети Заката Империи и оценим вместе шаблонность и тяжеловесность. Я там выложу фоточки. Так вот, Матильда, пользуясь своим положением, попросила, чтобы ей подарили что-нибудь получше. Что-нибудь не шаблонное. И так и вышло. Подарок, который ей пришел от императора на десятилетие ее творческой деятельности, был изящный и нестандартный, и дорогой, соответствующий статусу прима-балерины. Но был некоторый нюанс, так сказать. Нюанс был в том, что жена императора Александра Федоровна участвовала в выборе этого подарка. Матильде подарили брошь в виде свернувшейся зми, усыпанной бриллиантами и посередине большой сапфир. Отличный подарок бывшей любовнице твоего мужа. Но он был не единственным, конечно, в день бенефиса балерина была просто завалена подарками. Цветов было так много, что пришлось нанять несколько экипажей, чтобы перевезти их все из театра домой. И драгоценности тоже надарили множество, но единственный подарок, который упоминает в воспоминаниях Матильда, то есть помимо царского, это не драгоценность. Это альбом, который сделали неизвестные почитатели. Они собрали фотографии и гравюры балерины, собрали статьи, рецензии на ее выступления, все это переплели и подарили. И вот это запомнилось больше всего, потому что важно не золото, а внимание. Да, что касается золота и вот этих протокольных шаблонных подарков от царя, то они дарились не только артистам, вообще большому количеству народа. Родственникам, слугам, придворным, послам, чиновникам, офицерам, поварам, солдатам, простым людям, с которыми встречался государь. Это огромные объемы подарков ежегодно. Вот я вам сейчас зачитаю воспоминания Александра Масолова. Это как раз тот самый начальник канцелярии Министерства двора, который привел стариков с Соболем к императору. Александр Масолов по своей должности еще организовал все путешествия царя и свиты. Что это значит? Это значит, что в его ответственности прокладка маршрута для царского поезда, организация охраны по всему пути, подготовка резиденции для проживания, организация почетных встреч по всему следованию маршрута и подготовка подарков для всех, кому придется дарить эти подарки. То есть капитанам кораблей, железнодорожникам, стюардам, полицейским, чиновникам и так далее. И вот вам цитата из воспоминаний Масолова, чтобы вы просто понимали масштабы. Никогда нельзя было знать заранее, где, кто и когда удостоится высочайшего подарка. В виде правила я ввозил с собой 32 сундука, наполненных портретами, ковшами, портсигарами и часами из всех возможных металлов и всех возможных цен. Ничего себе, да? И у вас, возможно, возникает вопрос, откуда для каждого путешествия брать такое количество подарков? И для этого существовало специальное учреждение. Оно называлось камеральное отделение, и в него входило три кладовые. Это официальное номинование такое. Итак, кладовая номер один предназначалась для хранения императорских регалий и коронных бриллиантов. Кладовая номер три для хранения каменных, фарфоровых и стеклянных изделий, а нас интересует кладовая номер два. Там лежали все драгоценности, которые не входили в коронные и еще, кстати, меха. Кладовую номер два создали в начале девятнадцатого века, то есть при Александре первом. И вот регалии из кладовой номер один были неприкосновенны. А вторая кладовая предназначалась для подарков разного рода. От приданного для императорских дочерей до серебряных портсигаров для простых людей. И вот эту вторую кладовую непрерывно пополняли драгоценными камнями и металлами и в том числе покупали готовые украшения на разбор. Непрерывно же заказывались десятками и сотнями золотые серебряные часы, перстни, портсигары, брошки, булавки, запонки, кресты, табакерки, ожерелья, браслеты, серьги, посуда, рамки для портретов и фотографий. Были разработаны специальные протоколы, в которых было расписано, какого уровня подарки кому полагаются в зависимости от чина и положения. И вот именно такие подарки Кшесинская справедливо и называла шаблонными. Они действительно были далеко не изящными и отставали от моды, зато их было много. Подарки были всех возможных видов. От простой кожаной рамки для фотографий ценой в 3 рубля до уникальных ювелирных украшений стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. Так что да, действительно можно было запросто набить несколько ящиков всем этим добром и раздавать потом в путешествиях. Заказывать подарки из этой кладовой могли только император и его жена, а также великие князья с разрешения императора. Обычно естественно в случае их поезда к заграницу в составе каких-нибудь делегаций. В свою очередь сам царь тоже получал множество подарков совершенно такого же типа. Это какой-то просто круговорот бриллиантовых запонок в природе. У Николая Второго был даже специальный альбом, в который он вписывал подаренные ювелирные изделия. И такой же альбом был у его жены. В общем, это была довольно распространенная практика. Альбом царя начинается в 1889 году и заканчивается в 1913. Всего в нем 305 записей. Ну, а вообще подарков самих было больше, потому что за один раз могли дарить несколько, и они попадали в одну запись. И вот каждый такой случай был пронумерован, и к нему царь собственноручно делал подпись. Например, от императора Вильгельма 1910 года город Потсдам. И еще одна фрейлина рядом с этой записью перерисовывала каждое украшение. Ну, и довольно очевидно, что все эти бесконечные галстучные булавки не оставались в памяти, а по-настоящему ценились. Порой совсем другие вещи не обязательно дорогие. В летний сезон 1909 года офицеры императорской яхты «Штандарт» вручали дочерям царя маленькие подарки в день ангела и в день рождения. И именно тогда Татьяна Николаевна получила первую брошку. Брошка была довольно простой. Это был такой спасательный круг из Белой Мали. И вот я цитирую воспоминания морского офицера. Великая княжна была очень горда, что первая получила этот пустяк, а не какую-либо драгоценность от Фаберже. Потому что да, по традиции вот как раз два раза в год на именины и в день рождения княжны получали небольшие подарки от Фаберже. А когда им исполнялось 16 лет, они получали более дорогую вещь. Обычно жемчужное или бриллиантовое ожерелье. И, кстати, с этим связана тоже довольно интересная история, потому что их мама, Александра Федоровна, обладала довольно прижимистым характером, во-первых, а во-вторых, хотела воспитывать в дочерях скромность. То есть она не хотела на 16-летие подарить жемчужное или бриллиантовое ожерелье. Слишком дорого. И ей пришла в голову идея дарить дочерям два раза в год с самого рождения на именины и на день рождения по одной жемчужине и по одному бриллианту. Так, чтобы к 16-летию у каждой получилось два ожерелья из 32 жемчужин и 32 бриллиантов. И министр двора уговаривал императрицу этого не делать. Ну, потому что как минимум сложно будет каждый год подбирать одинакового размера камня. Ну, вообще, это странная идея. В конце концов, и так, и так получится, что мы купим им ожерелье. И в итоге министр вместе с Николаем уговорили царицу сразу, при рождении каждой дочери, покупать два готовых ожерелья, потом распускать их на камни и вот дарить каждый камешек по очереди, пока не исполнится 16 лет дочке. Но, да, княжнам и наследнику престола цесаревичу Алексею дарили, конечно, не только драгоценности. Им дарили по воспоминаниям довольно много животных, часто экзотических, то есть соболь не был в этом смысле исключением. Им дарили медвежат, кроликов, волчат, зайцев, лосей и рысей даже дарили. Конечно, им дарили котов и собак и всех, кроме кошек и собак, отправляли или в зоологические сады, или в специальный зверинец в Гатчине. Еще дарили одежду. Например, для мальчиков императорской семьи очень важным подарком была военная форма. И вот, что вспоминал Александр Михайлович. Это ближайший друг Николая II. Его называли в семье Сандро. В общем, он вспоминал, что когда ему исполнилось семь лет, ему подарили настоящую форму полковника семьдесят третьего крымского пехотного полка и саблю. Потому что Сандро в своем семилетнем возрасте был действительно полковником этого семьдесят третьего крымского пехотного полка. Он был им, вообще-то говоря, сорождение. Мальчик, конечно, ужасно обрадовался, хотел сразу же ее надеть, но отец, великий князь Михаил Николаевич, сказал, что военная форма это дело ответственное, и Сандро разрешат ее носить иногда, если он будет того заслуживать. Со следующего дня Сандро должен был покинуть детскую, лишиться нянь, мягкого обращения, сказок на ночь и жить вместе со старшими братьями в довольно спартанских условиях. И бедный маленький Сандро прорыдал полночи в подушку. Его пытались урезонить. Говорили ему, если ты будешь плакать, как девчонка, то могут тебя лишить командования 73-м крымским полком. Вот это будет позор. Правда, это не сильно помогало. Вот такой вот подарочек на день рождения. Ребята, небольшое отступление. Я понимаю, что вы соскучились по подкасту. Этот выпуск, между прочим, внеочередной и вне сезона. Сезон, думаю, начнется только осенью. Но чтобы вы не скучали, мы сделали, во-первых, вот этот выпуск, а во-вторых, есть еще кое-что от меня и от студии Либо-Либо. Как вы, возможно, помните, я весной ездил по разным городам, читал лекцию про то, как поражение в русско-японской войне помогло революции в России. Многие не смогли на нее прийти, мы ее записали, и теперь ее можно послушать. Но, как бы, за деньги. несколько опций есть. Первая такая. Подписаться на платный Телеграм Либо-Либо или на Либо-Либо Плюс в Apple подкастах. И вместе с лекцией с этой там можно слушать еще после каста и дополнение ко всем выпускам Заката Империи и к этому выпуску в том числе, а также бонусы к другим подкастам студии. Запуск Завтра, Зависимость, Новая Волна, Харбин и прочие. А еще специально только для подписчиков там выходит закрытый подкаст Студия. И в этом подкасте мы рассказываем, как живем и работаем. Вторая опция такая. Это Патреон или Бусти Заката Империи. Патреон для иностранных карт, Бусти для российских. Там нет дополнительных материалов к другим подкастам Либо-Либо. И отдельного подкаста Студия тоже нет. Зато, помимо после каста в Заката Империи, там есть новости обо мне и подкасте и разные исторические короткие заметки. Запись лекции будет и там, и там. И подписка это самый простой способ поддержать нас. Все нужные ссылки в описании этого выпуска. Так, я понял, что немножко вас запутал, возможно. Я же обещал рассказать о подарках любимым женщинам, но начал с Матильды, перескочил на детей, так что вернемся назад и посмотрим, что, например, подарил наследник российского престола своей невесте на помолвку. Конечно, ювелирку и, конечно, от Фаберже. Это был перстень с розовой жемчужиной, жемчужное же ожерелье, брошь из сапфиров и бриллиантов и цепочка браслет с подвеской из крупного изумруда. Плюс еще будущий тесть Александр Третий прислал невестке жемчужное колье. Плюс согласно брачному договору Алисе Гессенской передали 155 300 рублей в ценных бумагах. Это был такой традиционный брачный подарок. Проценты с него ежегодно поступали в распоряжение Александры Федоровны. И надо сказать, что это было существенно. Гессенский дом был не самым преуспевающим в Европе. Известно, по крайней мере, что когда Алиса уезжала в Россию из Германии, родственники ее с трудом собрали около 6000 марок на приличные платья. Это равнялось 3000 рублей, а ценных бумаг ей дали на 155 тысяч. Алиса приехала в Россию довольно спешно, потому что отец Николая, император Александр III, был при смерти, он успел благословить сына на брак, и свадьба прошла почти сразу же после его смерти, то есть, считайте, во время траура. И также почти сразу между новой императрицей и свекровью начались терки. У меня есть об этом прям отдельный выпуск, 11-й, в 5-м сезоне, называется «Царица ее свекровь». Я там много об этом рассказывал, но вот одна из проблем была вокруг драгоценностей, коронных драгоценностей. Свекровь Мария Федоровна была еще молодой, ей было 47 лет, а тут какая-то Алиса становится первой леди. Так вот, драгоценности разделялись на коронные, то есть, церемониальные, которые принадлежали роду Романовых. Естественно, на личные драгоценности никто не покушался, а вот коронные вроде как должны переходить к новой императрице. И Александра Федоровна на это рассчитывала, откровенно говоря. Однако в России действовал другой порядок. Согласно указу еще Павла Первого, вдовствующая императрица, имела право первенства перед правящей. И это проявлялось во многом. Например, по правилам церемониала впереди выступал Николай II, ведя под руку маму. А вслед за ними шла Александра Федоровна вместе со старшим из великих князей. И вот драгоценностей этот порядок касался тоже. Мама Николая за время правления мужа подобрала себе внушительную коллекцию коронных драгоценностей и не собиралась ей делиться. И имела на это право. А Александре Федоровне достались коронные украшения, положенные цесаревне, то есть жене наследника. Ну, еще Мария Федоровна уступила ей крупные и тяжелые диадемы времен Екатерины Второй, которые ей самой не нравились. Ну, и тем более они не нравились молодой императрице. Ну, короче, Александре Федоровне тут пришлось смириться, да. Тут еще, я, правда, об этом рассказывал, но не могу не напомнить об еще одном подарке от свекрови невестки. Значит, мама Николая подарила Александре Федоровне несколько платьев на коронационные торжества, а та посчитала их то ли немодными, то ли решила показать характер, и за все время коронации не надела ни одного. И этим просто страшно оскорбила свою свекровь. как вы понимаете, при таком обилии золота и бриллиантов Николаю Второму было сложно удивить жену подарками. Драгоценности дарились в обязательном порядке, на именины и на дни рождения, на рождение детей и на другие праздники тоже. И вот в 1900 году Николай Второй решил подарить жене необычный подарок. собственный портрет. Прикольный, конечно, подарок, собственный портрет. Но, в общем, да, он нанял рисовать придворного художника Валентина Серова, и он с трудом, в смысле, Николай Второй выкраивал время из рабочего графика, потому что Серов отказался рисовать портрет по фотографии. И еще это надо было делать тайком от жены, потому что это как бы должен быть сюрприз. И никак у них что-то ничего не получалось. Николай Второй никак не был доволен результатом, и Серов откровенно говоря, тоже. У художника в какой-то момент опустились руки, и вдруг он увидел, как император, сидя за столом, безо всякого раздражения, даже с сочувствием, взглянул на художника своим таким характерным газельем взглядом. И Серов поймал этот взгляд и нарисовал портрет. Портретом этим Николай остался доволен и подарил его жене. Ну хорошо, да, вот есть подарки, которые царь дарит жене или дочерям, или приближенным, или даже простым людям. Есть подарки, которые дарят ему. Как насчет подарков, которые мы дарим сами себе? Ну типа, да, вот зайти в магазин, побаловать себя, купить сережки классный, например, или, не знаю, пластинку для граммофона. И вот с этим и у царя, и у его жены, и у его детей были очень большие проблемы. То есть, как? В России они просто не могут пойти в магазин. Дело даже не в том, что у них нет наличных денег, потому что теоретически они могли быть, а в том, что это не считалось безопасным и этичным. И получается, если ты хочешь что-то приобрести, то нужно обращаться с просьбой к чиновникам министерства двора. А выбрать можно было что-то, например, из иллюстрированного каталога. Ну и понятно, что большинства вещей нет в каталогах. И понятно, что ты не всем хочешь делиться с чиновниками. Вуманайзер явно не купить при таких условиях. И вот прогулка по магазинам, в которых ты можешь сам что-то выбрать и купить, была заманчивым, жутко интригующим и труднодоступным приключением. И для этого была одна единственная возможность. Это путешествие за границу. Вот, например, что писала Ольга Александровна, сестра Николая II, о своем путешествии в Данию. Оставив экипаж где-нибудь в предместе, бродили пешком, заходили в какую-нибудь лавку. Никогда не забуду того волнения, которое я испытывала, когда впервые в жизни могла гулять по улице, разглядывая витрины магазинов, зная при этом, что могу войти в любой и купить все, что мне заблагорассудится. Это было больше, чем удовольствие. При этом интересно, что члены императорской семьи все равно обычно расплачивались не сами. Счета за покупки поступали в канцелярию Министерства двора, затем их приносили на подпись высочайшему лицу, чтобы удостовериться, что покупка была на самом деле, затем переводили это в Министерство финансов, затем только деньги отправлялись на счета фирм, и после этого фирма прислала чек о покупке в Россию. И делалось все довольно долго, как правило, с момента покупки до момента получения денег проходило полгода. Интересно, кстати, что в документах не указывалось, что именно покупали члены императорской фамилии за границей, так что это можно было, судя по всему, держать в секрете. И при этом, да, понятное дело, дочери царя и его родственники обладали большей свободой, чем сам император, потому что они могли более-менее свободно путешествовать по Европе. Понятно, что каждое посещение иностранной державы царем превращалось в крупное внешнеполитическое событие. То есть по магазинам ты не походишь просто так. И вот фрейлина императрицы Анна Вырубова как-то вспоминала, что Николай Второй в сердцах просто пожаловался ей, что ужасно хочет купить себе цветные носки к своему теннисному костюму. И изумленная Вырубова спросила, типа, а в чем проблема? А Николай ответил, что как только он представит, сколько народу будет вовлечено в совершение этой покупки, сколько будет недоуменно поднятых бровей и пожиманий плечами, то у него моментально пропадает всякое желание отдать такое распоряжение. По его словам, требовалось как минимум десять человек, чтобы у императора появились новые цветные теннисные носки. И Вырубова просто пошла в магазин и купила цветные носки императору. И когда она ему их подарила, он был просто счастлив. Кажется, гораздо больше, чем когда ему дарили очередную бриллиантовую булавку для галстука. Так, давайте, да, вернемся к бриллиантам. Я тут несколько раз упоминал фамилию Фаберже, и, да, не уйти нам от разговора о самых известных подарках времен Николая II, о знаменитых яйцах Фаберже. Как Вы догадываетесь уже, сам Карл Фаберже был наиболее статусным ювелиром в то время в России, а его ювелирный дом одним из самых знаменитых в мире. Что такое яйцо Фаберже? Это специальный подарок на Пасху в форме яйца, богато украшенный и с сюрпризом внутри. Как киндер-сюрприз, только из драгоценностей. И внутри сюрприз может быть какой-нибудь фигуркой, например, или портретом миниатюрным. Первое такое яйцо было сделано по заказу отца Николая II, Александра III. Это был подарок жене на Пасху. И подарок этот так понравился императрице, что с тех пор ежегодно на Пасху Карл Фаберже делал по одному яйцу. И условия было два. Главное, чтобы они не повторялись и чтобы они содержали какой-то сюрприз внутри. В остальном полная творческая свобода. И да, я сказал, Карл Фаберже делал по яйцу, но на самом деле делала его фирма, потому что у него работало множество ювелиров. Он не делал эти яйца сам целиком. И еще после коронации Николая II ежегодно уже делалось по два яйца. Одно для мамы и одно для жены. И таким образом мы знаем точное количество императорских яиц Фаберже. Их было 52. Помимо императорских было сделано еще несколько для частных заказчиков, но их было меньше, и они не были такими роскошными. Яйца эти были просто филигранной работы. Во время революции некоторые из них, естественно, пропали. Некоторые довольно странными маршрутами попали в частные коллекции, так что, как вы понимаете, есть тут пространство для фальсификаций. В частности, вот была история год назад арестовали яхту Сулеймана Керимова и нашли там яйцо Фаберже. Было много шуму, но выяснилось довольно сразу, что яйцо было поддельным. По правде говоря, я тут подумал, знаете, что зря я сказал, что самыми известными подарками времен Николая Второго были яйца Фаберже. Думаю, есть более знаменитый подарок, точнее, даже не подарок, а подарочный набор. И в этот набор входили платок, булка, колбаса, пряник, орехи, сласти и эмалированная кружка с вензелем. Этот нехитрый набор раздавали на Хадынском поле во время массовых гуляний по случаю коронации Николая Второго. И именно из-за этих подарков и произошла печально знаменитая давка, в которой погибло больше тысячи человек. Ну, точнее, не все так было просто. Погибли они, конечно, не за кружку и колбасу, потому что раздача подарков не была организована правильно. И вот с этого набора подарков началось царствование Николая Второго. А вот какие подарки были последними. По крайней мере, последними задокументированными. Я расскажу о двух. Первый подарок это от бывшей императрицы Александры Федоровны своей дочери Марии. 22 июля 1917 года праздновались ее именины. И, как вы помните, по традиции на именины дарились драгоценности. А сейчас вся семья сидела под домашним арестом в царском селе. И, естественно, кладовая номер 2 камерального отделения уже не выдавала ни украшения, ни даже табакерки. И поэтому Александра Федоровна подарила дочери свою собственную золотую брошь с изумрудом в форме сердца. Эта брошь была подарена ей самой еще в 1892 году, когда она была еще немецкой принцессой, еще не невестой Николая Второго. Через неделю после именин семью Николая пересели в Тобольск подальше от революционного Петербурга, и больше они никогда не вернутся домой. А второй подарок такой. Зимой 17-18 года бывшая императрица отправит подарок своей бывшей подданной бывшей фрейлине Анне Вурбовой. Той самой, что купила когда-то цветные носки Николаю Второму. Из Тобольска в голодный Петроград пришла посылка с мукой, макаронами, колбасой и еще с шарфом и чулками, которые Александра Федоровна связала своими руками своей подруге. С вами был Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Этот специальный выпуск для вас готовили редактор Катерина Серебренникова, фактчек Ксюша Абросимова, взаимодействие с партнерами Арина Левицкая, работа со звуком Семен Аксенов. До встречи где-нибудь осенью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...